всем привет дорогие друзья из алании но уже из конаклы мы едем в анталью зачем мы едем анталью едем вы в посольство посольство россии в консульство россии в анталии точнее мне нужно поменять загранпаспорт все о консульстве анталии я расскажу вам чуть позже ну а сейчас приглашаю вас вместе с нами сегодня будет очень интересно пока мы стоим в пробке мы увидели вот такую вот интересную штуку на прицепе как вы думаете что это может быть даже двигатель от ракеты вот он этот агрегат как вы думаете что это я мы уже в анталье ужасный был трафик на дороге и недалеко от мановгата полиция проверяла у всех документы останавливать машины поэтому приехали мы на 10 минут позже поэтому я спешу спешу и уже после того как я сделаю все свои дела в консульстве я выйду оттуда и расскажу вам что почем что местные русские делают в консульстве вообще для чего нужно консульство хорошее ли обслуживание в анталийском консульстве в общем все что я об этом думаю вам расскажу ну а консульство у нас располагается в районе мурат паша на очень красивой улочке разворачиваю камеры показываю вам как выглядит само здание консульства вот на этой красивой улице расположено консульство российской федерации находится одно вот здесь вот в общем снимать там вряд ли разрешат вот оно вот это здание наше вот это вот наше консульство поэтому выключаю камеру чтобы меня не наругали нет нет это не она наше здание следующее вот с теми вот решеточками но вот это вот здание нашего консульства ну что друзья мои дела в консульстве закончились вот на такой вот красивой улице у нас находится консульство российской федерации в анталии про работу консульство опять расскажу чуть попозже потому что работой консульство я сегодня очень довольна здесь вот такой вот красивый парк и консульство находится на берегу моря посмотрите каких кошек я нашла один белый куда побежал белый иди сюда не бойся один белый который убегает как в день и ночь и есть еще вот такой вот черный кот как пантера очень красивый котик и вот такой вот здесь классный красивый парк айхан пришел айхан кель дэни загибаем еще хочу вам показать как выглядят консульские машины на каких машинах ездят наши консулы в анталии конечно это снимать наверное нельзя с российскими номерами и такие вот у них зеленые номера сейчас мы идем по направлению к морю находимся мы в старом городе про старый город у меня очень много видео есть на канале поэтому сегодня вам покажу только небольшую часть и если айхан согласится то прогуляемся и внутри старого города друзья в анталии намного жарче чем в аланье это еще одна из причин по которым мне не нравится анталии зимой здесь холоднее летом здесь намного жарче не знаю почему может быть что город больше больше бетона в общем очень очень жарко в аланье когда ездишь нам ездишь на мопеде или в машине открываешь окно окно ветерок такой прозрай прохладный а здесь прям дует как как в сауне в общем мы пришли на обзорную площадку рядом со старым городом сегодня погода совсем не пасмурная и будем смотреть эти красоты хотя и очень жарко вот такая вот красивая панорама открывается на башню вот там вот начинается старый город и вот такая вот потрясающая панорама на анталию посмотрите какие горы красивые на фоне в общем красота здесь неописуемая но нужно скорее уходить друзья потому что очень очень жарко и мы проголодались ехали из аланье очень долго вот он старый город анталия одна из улочек старого города одна на самом деле из самых красивых улочек посмотрите как здесь оформлены стены цветами и ночью вот эта вот вся композиция она подсвечивается очень атмосферное красивое место может быть заглянем внутрь и посмотрим как народ отдыхает здесь очень много ресторанов кафе различных баров ну и конечно же когда спадает жара здесь очень приятно находиться много также сувенирных лавочек магазинов в общем друзья старый город анталии это невероятно красивое место поэтому когда вы приезжаете в аланью в отпуск обязательно постарайтесь приехать в анталию хотя бы на один день и погулять по вот этой вот красоте по старому городу можно здесь остановиться в небольшом отеле бутик-отеле в одном из старинных домов посмотрите в каком красивом интересном стиле выполнит этот ресторан прям в средиземноморском стиле наверное это рыбный ресторан но он еще закрыт какой-то бар все эти столики заполняются ночью посмотрим как выглядит бар представляете сколько здесь народу ночью и как народ веселится и саняпт а вот айхан айхан насылал анталию гизель вы? анталию гизель мы? анталию гизель мы не можем анталию гизель да и мы какой-то ирландский паб тоже все закрыто и вот здесь еще на этой дороге есть старая старая-старая мечеть по-моему ее реставрируют но ее уже очень долго реставрируют в общем друзья быть в анталии в старом городе истинное наслаждение и это кстати единственное место в анталии которое нам очень нравится какая-то идет здесь большая реставрация очень интересно такие сувениры здесь можно приобрести ну и конечно же куда без кошек они здесь везде очень зелено кстати в описании на моем канале если не забуду оставлю в описании ссылку на видео как мы побывали с Айханом в одном из таких вот старинных турецких домов в котором живут люди не в том который превращен в гостиницу бар, папы и так далее а именно в том в котором до сих пор живут люди поэтому если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь потому что я показываю вам необычную Турцию Турцию которую вы не увидите приехав в отель All Inclusive а сможете увидеть посмотрев мои видео и прогуляться по этим же улочкам по этим же городам попробовать эту же еду ой красиво как же здесь красиво чисто кстати на этой улице вот я и говорила видите расположена вот в этих отреставрированных турецких домах расположены сейчас бутик отеля это не дешевые отели это бутик отеля и мне нужна коробка ящики мне нужны в общем мы сейчас поедем друзья мы сейчас поедем в Икею и в следующем видео вы узнаете все про турецкую Икею которую открыли в Анталии буквально в прошлом месяце поэтому это тоже будет интересно ну а про консульство сейчас сядем где-нибудь за чашечкой лимонадика и я вам все расскажу так как есть в следующем видео Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня я очень довольна работой консульства, потому что все было очень быстро. Сделали за час. Зачем я приезжала переоформить загранпаспорт? Переоформление загранпаспорта стоит 80 долларов и ждать нам его здесь 2,5 месяца. Для чего еще пользуюсь я консульством? Для оформления доверенности. Если вы, например, потеряли документы, если вам нужно выйти замуж, и вы должны взять справку о том, что вы не состоите в браке на территории Российской Федерации. В общем, по многим-многим вопросам можно обращаться в консульство. У многих складывается не очень хорошее впечатление от консульства, говорят, что там хамят и так далее. Ну, мне всегда везло, поэтому ставлю консульству 5, просто 5 баллов сегодня. И надеюсь, что так они будут продолжать. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Смотрите следующее видео из Икеи. Всем всего хорошего. А на самом деле, друзья, это просто кино, 3D кино. Ничего особенного.